Приветствую всех на канале Бомбокот и в этом видео я продолжаю работать со змейкой В прошлом видео мы написали стандартную классическую змейку основная логика у нас была в одном классе, что не есть хорошо поэтому в этом видео логику мы будем раскидывать по разным классам и саму змейку также я немного доработаю она будет выглядеть более объемно вот так то есть за счет чего наша змейка будет более объемная у нас в классе Core два массива есть массив Snake, есть массив Field и в массив Snake наша змейка состояла из чисел, которые шли по убыванию то есть голова змейки самое большое число, а хвост змейки самое маленькое число на Field мы просто переносили эту змейку то есть все числа, которые были больше нуля, мы их обозначали как единицы в массиве Field теперь мы будем адресовывать эти значения, которые у нас записаны в массив Snake по такой схеме, что числа, которые большие, это будут ярко-синий цвет чем число меньше, тем синий цвет становится темнее то есть, как бы величина числа соответствует его яркости и для яблок тоже будет такая возможность сделать яблоко более ярким, либо менее ярким но вот этот массив Field, он у нас будет не типа Int, а он будет состоять из объектов я создам еще дополнительный класс Shell, в котором будут записываться два значения одно значение это Value просто, которое будет указывать на яркость а еще одно значение это будет Type, тип тоже будет типа Int итак, поехали значит, в пакете OrgExample я создаю пакет, который назову логик в этом пакете создам три класса это Snake, змейка, Apple, яблоко и Shell, ячейка итак, как вы поняли, наш массив Field, в котором происходит действие, он состоит вот из этих ячеек поэтому данная ячейка, она может являться либо частью змейки, либо яблоком быть, либо травой поэтому в ней описываем поле Type также пишем поле Value Value будет показывать, насколько ярким цветом мы ее будем отрисовывать сгенерируем Getter и Setter для этих полей и также сгенерируем еще конструкторы для этой ячейки которые будут принимать два параметра Type и Value так, теперь идем в класс Core здесь вот этот массив Field у нас будет теперь не типа Int типа Shell так, просят импортировать, Alt, Enter далее, Insilization, что мы делаем здесь пишем NavShell итак, мы создали массив, который должен состоять из ссылок на объекты на данный момент все ссылки имеют значение Nav поэтому нужно двумя циклами впор пробежаться по массиву Field итак, здесь я пишу New Shell и массив я хочу заполнить травой поэтому сюда сначала я указываю тип я сюда послал 0 то есть договоримся так, что трава у нас имеет тип 0 змейка имеет тип 1 а яблоко имеет тип 2 но опять же коды будут не очень считабельны если я сюда просто отправлю 0 и тем более в классе Rank если я буду просто так же использовать число 0 1, 2, 3 это тоже будет не считабельно поэтому в пакете OrgExample не в пакете Logik а в пакете OrgExample я создам еще один класс который назову TypeShell здесь я пишу поля типа Int которые будут называться соответственно Grass Snake и Apple заметьте, что поля публичные, статичные и Final то есть значение их поменять невозможно теперь возвращаемся в класс Core и сюда вместо Type 0 я пишу обращаясь к классу TypeShell точка Grass сюда отправлю значение 0 0 это минимальная яркость но вообще пока что при отрисовке травы я просто буду смотреть тип если то есть в классе Driving когда я рисую траву мы смотрим есть ли тип ячейки Grass трава мы просто рисуем зеленый цвет а на яркость мы не будем смотреть объемный отрисовывать пока что мы будем только змейку так здесь сделаю пометку что оптимизировать то есть в дальнейшем мы не будем здесь каждый раз создавать объект ячейки мы просто будем внутри ячейки перезаписывать значения ну к этому я еще вернусь такой код он тоже рабочий давайте создадим три яблока как мы создавали здесь мы убираем вот эту двойку пишем точка пишем setType setType у нас двойка ой точнее мы должны грамотно написать так typeShell точка grass apple apple и теперь смотрите мы должны копировать эту строчку кода по идее и сделать еще setType и отправить туда 0 но смотрите получилось две строчки кода хочется чтобы это выглядело все как одна строчка кода тогда мы пойдем в класс опять shell немножко поработаем с сеттером 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 у нас являются типа void а мы можем сделать следующее здесь написать что этот метод возвращает значение типа shell и здесь написать return this то же самое мы напишем и для setVelo теперь возвращаясь в класс core и здесь я убираю точку запятой ставлю точку и мне предлагают вызвать метод getVelo тут список целых методов я выберу getVelo здесь отправлю сюда 0 и закрою это ой не getVelo а setVelo вот так а эту строчку кода можно убрать ну и выглядит намного красивее вот это я теперь уберу это копирую два раза тут поменяю значение это какие-то рандомные координаты я уже просто теперь опускаемся ниже и видим что getRigateField тут есть ошибка потому что тип int надо поменять на тип shell теперь пишет что возникла какая-то проблема я нажимаю на эту проблему и попадаю в наш класс render здесь значит мы извлекаем все field здесь тоже мы меняем на shell далее здесь я могу написать обратиться к полю field yx допустим replace this вот эту первую строчку здесь я пишу если shell getType равно получается единица это у нас была змейка да значит мы пишем и здесь давайте вот это все копируем копии сюда пасты здесь только type shell у меня на type shell точка apple теперь мы вернемся в класс кора спустимся еще ниже тут 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 у нас куча ошибок теперь теперь вот эта логика вся будет которая уйдет в класс snake давайте пока все что у нас касаемо наши смеки то есть вот отсюда до сюда я пока все закомментирую вроде больше нигде ошибок нету пока что давайте проверим что наши яблоки отрисовываются на зеленом поле итак я запущу да видим три яблока теперь вот смотрите координаты x y это у нас были координаты головы змейки direction это направление которым ползет наша змейка length это длина нашей змейки давайте это вырежу cut ставлю сюда массив snake он нам дальнейшим вообще не понадобится и давайте я его сразу удалил initialization тут возникает ошибка это я удаляю значит вот эти три строчки кода я вырезаю и иду в класс snake и вставляю это все сюда также в классе snake будет метод процесс данный метод будет принимать на себя поле field и как-то с ним работать то есть в какой-то степени класс snake это такой художник который рисует на полотне в качестве полотна у нас выступает field поле то есть мы даем этого художника полотно и он на нем рисует змейку и точно то же самое будет и с классом able итак теперь опять вернемся в класс core тут конечно же возникают разные ошибки вот эти координаты то есть мы должны обращаться к змейке и устанавливать для нее какие-то координаты 2.1 тогда давайте пойдем основную знамейку и сгенерируем сеттеры для координат x и y возвращаясь в класс core давайте здесь создадим экземпляр класса snake в самом классе создаем сразу apple теперь в метод densization я обращаюсь к змейке пишу пишу точка set x отправляю сюда двойку дальше пишу snake точка set y отправляю единицу вообще можно создать какой-нибудь метод лучше set координаты в которую мы сразу будем отправлять x y но пока нет времени это исправлять соответственно давайте для direction length тоже сгенерируем сеттеры вернусь snake возвращаясь в класс core так вот эта строчка кода тоже нам не нужна а смотрите здесь у нас возникают ошибки так как нету поля direction здесь мы применим делегирование то есть мы во-первых скопируем все эти методы копия пойдем классный и соответственно вставлю это все сюда возвращаясь в класс core и здесь вместо direction 0 я обращаюсь к нашей snake в змейке и вызываю метод place и аналогично делаю с остальными направлениями теперь в методе процесс вот есть этот код который я закомментировал который у нас идет под snake ну давайте я его наверное раскомментирую еще раз мы видим как здесь много ошибок теперь я это все просто вырежу теперь я это все просто вырежу теперь я это все просто вырежу cut пойду в наш класс snake и в метод процесс все это вставлю видите нету метода border in поэтому я пойду опять в класс core скопирую метод border in точнее вырежу его отсюда вставлю нашу змейку пойду опять в метод класс core пойду опять в метод класс core так же ставлю его так вот это core надо убрать в классе core у нас описан enum animal mode его надо вынести просто в пакет org example чтобы он был отовсюду доступен то есть давайте создам в org example новый класс точнее не класс enum выбираю java класс тут выбираю enum пишу animal mode теперь иду в класс core вот это три поля вот этих я вырезаю cut вот это я все удаляю иду в иду нашли нам анимал моды все это вставляю теперь я возвращаюсь в snake змейку так анимал моды почему-то intelj8 не предлагает мне импажетировать ну давайте я тогда все это удалю нажимаю букву а потом букву n и вот теперь первую строчку выбираю нажимаю enter теперь импортировал так теперь здесь вот эта core точка надо убрать здесь аналогично здесь смотрите field yx равно единицу удаляю пишу точка gotType если у нас равно обращаюсь к классу type shell точка 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 а тут надо поставить два знака равно получается то есть если голова змейки попала на саму себя мы погибаем получается здесь давайте вот это я копируем ставлю сюда здесь поменяю на apple опять вставляю сюда а здесь меняю на траву точка grass далее смотрите что тут важно мы ведь методе процесс еще будем вызывать метод border in в дальнейшем в дальнейшем при расширении программы этого метода вообще не будет внутри класса snake но пока мы не будем в классе snake описывать поля везде high дело в том что в метод процесса мы приняли двухмерном оси field из него мы уже можем взвлечь поля везде high но это будет не очень красиво выглядеть но покажу вам тем не менее как это можно сделать но это код ненадежный код некрасивый так лучше не делать просто в дальнейшем я создам отдельно класс field внутри которого будет у нас массив field и там будут указанные размеры width high а пока я пойду упрощенным способом я просто поля везде high пока я сделаю общедоступными то есть опишу их как public static final в какой-нибудь классе который будет находиться в org-example ну назовем этот класс ps потому что это временный класс название не так уж и важно и так вот это я удалю в пакете org-example создаю java-class который назову ps публичные настройки схожу в класс core скопирую вот этот код ctrl-v теперь иду в класс snake здесь мы обращаемся к классу ps точка так ps надо импортировать alt enter ошибся иду еще раз в класс ps и же надо сделать public static можно еще и сделать и final к тому же обычно когда мы public static поля пишем final мы еще и вышли с главными буквами писать но то что я делаю это временное решение поэтому пока что так будет что касаемо вот это поле snake-мода помните мы его переименовывали для читабельности кода но теперь так как мы находимся в классе snake то лучше его обратно назвать мода то есть а то масло-масляное получается что в классе snake поле назваться snake-мода так я выбираю refactor rename напишу просто мода enter далее опускаемся ниже значит здесь убираем кора точка убираем кора точка здесь вместо snake yx я пишу field yx точка setVelo и сюда пишу land plus 1 то есть что получается а только тут не только же setVelo нужно теперь указать land plus 1 а еще и setType сюда еще точку поставить и здесь указать setType обращаемся к type shell точка snake все то есть на поле с координатами x мы рисуем голову для этого мы должны указать обязательно тип то что там у нас змейка в этом поле будет и указать ее значение голова у нас имеет самое высокое значение m plus 1 далее здесь мы обращаемся к ps точка halt давайте я сделаю пометку что переделать а то забуду то есть то есть в дальнейшем у нас этих настроек ps не будет здесь вместо snake yx что мы пишем то есть смотрите мы двумя циклами for пробегаемся полностью по всему двухмерному массиву field нам нужно понять что ага сейчас мы находимся в змейке в ячейке в которой у нас змейка поэтому мы здесь должны написать и field yx теперь выбираю вот это коротко коротко убираю и здесь мы уменьшаем значение вот этого поля на единицу вообще вот это неудобно то что я все время пишу field yx давайте тоже напишем и здесь я должен обратиться к shell точка set well и здесь еще раз обращать к shell точка get well минус 1 то есть таким образом мы на единицу уменьшаем значение в нашей ячейке вот это я удалю и еще суть такая то что если наша ячейка является змейкой но ее значение перестало быть положительным а стало равно нулю то наша ячейка должна стать травой обязательно поэтому дополнительно напишу условие if shell точка get well равно 0 тогда я пишу что shell . set type пишу обращаясь к shell type shell . grass вот а вот этот код уже нам не нужен то есть вообще код стал немножко меньше здесь убирают кора точка и да и для того чтобы код заработал мы должны вернуться в класс кора в методе процесс запустить нашу змейку вот тут надпись snake можно убрать вот это вместо нее мы пишем snake . процесс и процесс мы отправим вот это наше поле field так давайте вот это я пока что за камень закомментируем нам пока что проверить что наша змейка ползет запущу все идеально работает теперь давайте раскомментируем этот код так то здесь мы должны обратиться к нашему змейке и оттуда вытащить в каком она режиме находится поэтому в классе snake для вот этого поля мода так как оно приватное надо сделать getter теперь разрешаю скласс кора и обращаюсь к snake . get mode здесь тоже самое snake . get mode и все теперь можно проверять полностью нашу программу запускаю так вот я уперся стенку мы проиграли нажимаю enter вот я быстро сделал все яблоки мы выиграли нажимаю еще раз enter голова когда двигалась вправо получается что змейка сама себя скушала так что все правильно так что все работает еще надо змейку сделать объемной для этого мы пойдем в класс render и здесь получается что из ячейки этой нашей мы должны вытянуть число то есть смотрите когда мы устанавливаем цвет здесь мы должны написать не color . black а new color и сюда отправляются три параметра red green blue вот сейчас я установил черный цвет наша змейка будет синяя если сюда написать число 255 она будет ярко синего цвета если написать 256 программа упадет с ошибкой то есть число 255 нельзя порушать и нельзя отрицательные числа сюда записывать итак value у нас принимает значения для змейки 1 2 3 ну небольшие пока значения поэтому value желательно на что-то умножить напишем такой параметр как brift яркость соответственно value я напишу что равно shell get value умножить на brift и смотрите если наше значение value превысит значение 255 мы просто value присвоим значение 255 и теперь вот это gset color мы пошли в значение value запущу программу ну видите голова змейки она такая синяя а хвост черный и есть какой-то плавный переход можем увеличить яркость допустим сделать не 30 а 60 и цветовые переходы будут более заметны теперь я еще создам класс field создание этого класса позволит серьезно уменьшить код допустим в классе core также в классе render и так создаю в логике новый класс в классе в этом классе будут обязательно два поля приватных в языке также сгенерирую конструктор который принимает эти два поля опишу двухмерный массив типа int теперь зайду в класс core теперь зайду в класс core и вот этот код из нациализации я вырежу возвращаюсь в класс field вставляю все это так здесь ругается ну правильно потому что я field создал типа int ведь надо создать типа shell далее давайте сгенерируем два гетера для play with и high вот этот двухмерный массив он останется закрытым дело в том что нам все время двумя циклами ford приходилось пробегаться вот по такому массиву что в классе render что в классах которые у нас в логике есть что не очень удобно и можно сделать следующую вещь в классе field описать дополнительно коллекцию либо можно описать просто какой-то одномерный массив но проще будет с коллекцией немножко я пишу private то есть смотрите наша коллекция лист она тоже типа shell как и этот двухмерный массив field в общем наша коллекция она будет ссылаться на те же самые объекты на которые ссылается массив field то есть как мы это реализуем здесь я напишу что лист что лист точка от и давайте ну чтобы вам было понятнее то есть я могу сюда просто написать от вот так field игр кекс но чтобы вам было более понятно я напишу вот так напишу что field игр кекс равно shell и сюда добавлю тоже shell просто field они лежат в двухмерном пространстве ссылки на объекты а здесь ссылки на те же самые объекты только в одноберном пространстве и еще мы пойдем в класс shell и здесь добавим еще два поля это координаты x и y создадим для них два геттера создадим под них один setter который будет называться set координаты он будет принимать на себя соответственно int x и y и здесь напишем и здесь напишем теперь вернемся в класс field после вот этой shell ячейка мы пишем что shell точка set координаты отправляем координату x,y опять тоже не путайтесь потому что когда я работаю с двухмерным массивом мне приходится отправлять сначала y потом x а в shell я отправляю сначала x а потом y идем далее давайте переименуем вот этот массив field на массив array потому что он и так в классе field расположен refactor name теперь для нашей коллекции лист создадим getter чтобы она была доступна давайте еще создадим один метод который будет называться reset то есть в данном методе где мы будем пробегаться по всем элементам коллекции по всем ячейкам устанавливать для них значение vlo0 а тип трава то есть грубо говоря все объекты мы будем превращать в траву заметьте что раньше мы когда делали restart программы мы получается каждый раз заново создавали двухмерный массив то есть мы заново создавали целый объект ну массив сам по себе является объектом и все ячейки shell мы тоже все эти объекты создавали заново а сейчас мы серьезно оптимизируем программу то есть мы мы вообще здесь не создаем объектов мы просто перезаписываем значения в ячейках то есть мы теперь пойдем соответственно в класс core и в классе core в методе restart ой не в методе restart а то что в методе restart у нас будет вызывать initialization соответственно в методе initialization мы должны вызывать field.reset только понимаете у нас field еще описан массив двухмерный field здесь его у нас не будет вместо него мы напишем экземпляр класса field сюда мы послаем соответственно наши поля with и high далее возвращаемся в initialization и здесь мы пишем field.reset теперь получается что из нашего класса field мы хотим вытягивать какие-то ячейки с координатами допустим 4 и 6 что мы можем сделать пойдем в класс field и здесь опишем метод который будет называться getShell то есть смотрите он принимает на себя координаты x,y и соответствующими координатами возвращает ячейку shell смотрите тут даже можно использовать и лист коллекцию но тогда придется пробегаться по всей коллекции и там сравнить условия что если x и y как совпадают но конечно гораздо проще сделать так написать return обратиться к двухмерному массиву но здесь же могут возникать какие-то ошибки то есть если координаты x,y выходят за пределами силы для этого нам нужен метод border поэтому мы можем пойти в класс snake в котором лежит данный метод и вырезать его оттуда вот этот метод border и наврезаю разумеется тут ошибки возникают этот метод кстати мы будем вытягивать из класса field значит возвращаемся в класс field оставляю этот метод сюда здесь смотрите мы писали ps это была временная мера ps-ку мы удаляем в нашем классе уже эти поля в языке не описаны и вызываем пишу если if border in соответственно возвращать true тогда возвращаю вот этот array в противном случае мы будем возвращать null теперь возвращаемся в класс core и здесь получается мы должны вытягивать обращаться к field точка get shell отправлять вот эти координаты 4,6 и можем вот это просто скопировать ну точнее даже вырезать и ставить сюда так тут поменяю координаты какие-нибудь теперь пойдем в class render так здесь мы скоро вытягиваем двухмерный массив то есть скоро должна быть ошибка по идее еще раз вернусь к скорую видите вот этот массив get field он у нас возвращал до двухмерный массив а теперь он должен экземпляр класса field возвращать так теперь нажимаем на эту problem здесь меня обратно выкинуло в класс render и здесь получается я должен типы менять на field соответственно из field мы должны вытянуть коллекцию то есть как мы это делаем field . get list . var enter и теперь мы должны пробежаться по этой коллекции list как мы это делаем пишем list . iter и теперь получается весь вот этот код за исключением вот этой shell ячейки потому что вот она у нас тут есть весь этот код я вырезаю и вставляю вот сюда а эти два цикла for можно удалить и здесь на здесь видите у нас нету координат x y но их мы будем вытягивать из shell то есть у нас же у каждой ячейки есть координаты поэтому я пишу shell . . . . . . . это x убираю. Ну и тут аналогично. То есть видите, теперь код в классе render стал приятнее, так как вместо двух циклов for мы используем один цикл for. В классе render вроде ошибок больше нет. Вернемся в класс core. Здесь возникает ошибка, потому что класс snake принимает двухмерный массив типа shell. Надо это поменять, то есть пойду в класс snake и здесь этот процесс будет принимать пускай field типа field. Смотрите, метод borderIn мы его отсюда вырезали, поэтому он ругается красным. Но мы, когда у нас поменяются координаты x, y, мы можем попробовать вытянуть ячейку новую по этим координатам. То есть мы обращаемся к полю field, вызывая метод getShell и отправляем туда эти координаты x, y. И если данный метод вернет null, то в таком случае, да, наша змейка погибает. Да, но тут правда лучше так написать, вытянуть вот эту ячейку сразу. И здесь я пишу, соответственно, shell. И везде, где он написан field игрокикс, я меня нашел. Здесь аналогично тоже пишу shell. А вот здесь, опять же, два цикла for мы заменим одним циклом for. Мы можем сразу написать field.getList.iter. Enter. Ну да, тут пишет shell1, так как мы уже ячейку shell1 написали. Ну и ладно. И получается, вот этот код мы должны вырезать, вставить сюда. Здесь на что shell мы исправим shell1. Тут аналогично shell1, shell1, shell1. Тут shell1. Так, вот это и удаляю. Так, вот смотрю, нету ли больше у нас ошибок в классе. Вроде нет. Попробую запустить проект. Удивительно, что с первого раза работает все. Так, видео немножко затянулось, поэтому класс apple я не буду в этом видео реализовывать. Но вы можете сами над ней подумать. То есть класс apple должен на поле field рисовать яблоко. И я скажу, что вызывать мат рандом два раза для координаты x, а потом для координаты y, это уже не очень хорошо. То есть его можно вызвать один раз и получить при этом две координаты. И надо иметь в виду тот факт, то что, когда мы получаем хаотичную координату, мы можем попасть на змейку. И генерировать опять какую-то рандомную координату второй раз в надежде, что она не попадет на змейку, но это плохая затея. Потому что, да, это можно все поместить в какой-то цикл, но если змейка будет очень большая, ну, допустим, вы очень хорошо играете в змейку и она 90% крана занимает, то тогда этот цикл может порядочно так отработать. В общем, я предлагаю вам порассуждать, а я в следующем видео покажу данную реализацию. Кстати, в следующем видео мы будем писать вот такую змейку. Да, совсем забыл сказать, что по данным видео есть ссылка на гитхаб, на данный проект. Ну и если данное видео вам понравилось, то обязательно лайк, желательно какие-то комментарии, подписка на канал, поделиться видео с другими программистами, разумеется. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok